Я о ситуации на фронте. Прямо сейчас поговорим с Иваном Ступаком, военный эксперт Украинского института будущего в нашем эфире. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, студия. Рад быть с вами. Что ж, в сюжете звучат такие заявления, которые говорил глава Пентагона Ллойд Остин. Он, в частности, накануне сказал, что Бахмут имеет больше символическое, а не стратегическое значение. И добавил, что падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы. Но, опять же, у Украины есть свое четкое понимание о ситуации в Бахмуте. В офисе президента на заседании Ставки Верховного Главного Командующего говорили о том, что должна продолжаться оборонная операция и дальнейшее усиление позиций вооруженных сил Украины в Бахмуте. Иван, расскажите, пожалуйста, что для россиян сейчас означает Бахмут и попытка его взятия? Ну, мы когда с вами уже выговаривали, напомним просто вашим зрителям, что россияне атакуют, обратите внимание, они атакуют и пытаются захватить Артемовск. А Украина защищает Бахмут. Между нами концептуальная разница в этом. Да, давайте объясним, что Артемовск это тот же Бахмут, но Бахмутом он стал после декоммунизации, которая проходила в Украине и после обычного переименования 5 лет назад где-то так. Да, 100%, вы правильно все сказали, а россияне продолжают указывать, что вот мы атакуем Артемовск, а украинцы защищают Бахмут, то есть даже у них это проскакивает. Еще раз, это больше какая-то для них сакральная скрепа, потому что уже столько было усилий вложено, денег, техники, людей, времени потеряно на этом направлении, что просто это уже не по-пацанячий бросать, тем более, что там начало у них получаться. Кстати, а я вам напомню по интенсивности ведения боевых действий, следующие цифры, это будет очень интересно и познавательно. Мариуполь, то есть вот как начиналась, да, вот эта большая российская волна, как она шла. Мариуполь с населением 400 тысяч человек, российская армия удалось взять за 84 дня, то есть какая серьезная волна первоначальная была. Теперь переносимся вот на ближайшие события, вспоминаем город Солидар, то есть это город-спутник, городок с населением в 10 тысяч человек. И площадью 12 квадратных километров. Да, на севере Бахмута находится. Его российская армия брала 175 дней, да, то есть 84 дня и 175, а Бахмут держится еще больше. Бахмут выполнил свою задачу на 150-200 процентов, чем больше российские войска, российское командование. Вот такой, ну это действительно как одержимость, да, еще взять, сейчас немножко поднажмем, все получится. Вагнеровцы, больше они туда втягиваются, больше усилий, больше техники. И сейчас таким образом украинская армия выигрывает время для того, чтобы насытить свои тылы иностранной техникой, топливом, боеприпасами, ротацию людей сделать. То есть Бахмут сейчас такой большой громадвод, но, к сожалению, у нас жертвы есть, к сожалению, но россияне несут потери гораздо больше, чем украинская сторона. Иван, а если подытожить, вот вы говорите про количество дней, которое ушло на взятие Мариуполя, и сейчас вот эта битва за Бахмут продолжается уже огромное количество месяцев, то что произошло по сути, каков итог этого года? За этот год вооруженные силы Украины настолько покрошили российскую армию, что сейчас взятие небольшого города Бахмут, площадь которого 42 квадратных километра, это уже практически недостижимая цель? Да, да, действительно, правильно подметили. Даже если мы, видите, смотрите, вот вчера были сообщения, что они, вагнеровцы, они, вагнеровцы, дошли до одной из окраин Бахмута, и там у памятника танку, да, они повесили свой флаг, то есть они показали это как достижение, хотя на самом деле это один из кварталов, один из районов только этого небольшого городка. Так это та армия, которая грозила Великобритании, Франции, оккупации, Берлину, мыть сапоги в Ла-Манше будем. То есть, ребята, что с лицом? Только один квартал или один район Бахмута, то есть это не весь Бахмут. И судя по тому, как наше командование настроено, даже если выход и будет, мы об этом не знаем, то это будет постепенный, планомерный, с затягиванием российских войск, городские бои. То есть, да, пока сейчас мы видим такую тенденцию, что один квартал они взяли, второй по районам где-то проходят, но город Непал, город стоит, поэтому перспектива такая. Министерство обороны Великобритании последнюю свою аналитику посвящает как раз ситуации в Бахмуте. Они сообщают о том, что вооруженные силы Украины стабилизировали северную часть фронта в Бахмуте. Кроме того, сообщают о том, что наемники Вагнера не получают боеприпасы от Министерства обороны Российской Федерации, что подогревает разногласия между Пригожиным и военными руководством России и демотивирует самих вагнеровцев. Вы, наверное, тоже видели, что вчера Пригожин заявил, что уже даже его представителей не пускают в штаб Минобороны Российской Федерации. Как прокомментируете эти события? Вспомните, мы с вами буквально пару месяцев назад обсуждали, когда только-только поменяли руководство СВО, как они говорят, поставили Герасимова, а это как раз было после активной долговременной критики со стороны Пригожина в адрес Министерства обороны, и Фанерной Машевой такой-сякой, и разные видеоролики были, где просто нецензурно ругали все руководство Минобороны. Мы говорили о том, что генеральская месть будет очень тихая, но эффективная, потому что российское военное командование, оно не может вот так вот зычно, витиевато ответить Пригожину, записать какой-то ролик, потому что не хватает словарного запаса, там равняется, смирно отставить, упал, отжался. А у Пригожина речь, да, она больше с таким уголовным окрасом, но он так говорит смачно, и это достигает его конечной цели. Помните, как он набирал людей, мне нужны люди, у которых пятнашка за спиной, пятнашка впереди. То есть люди его слышат, понимают. А военные, Шойгу, Герасимов, так ответить не могут. И мы с вами о том говорили, они избрали тактику саботирования. Сразу говорили мы, что не будет боеприпасов, будет проблема со снабжением, и Вагнеровцы будут кидать на самые тяжелые участки фронтов, и также их будут лишать обеспечения в виде живой силы. В принципе, это уже и произошло. С живой силой Пригожин признал проблемы, людей набирать не разрешают, он теперь вынужден понижать планку наборов ЧВК Вагнер, убирая даже требования о наличии справки о отсутствии психиатрических проблем. Иван, последняя новость от тех же российских СМИ, от издания Moscow Times, они пишут о том, что ЧВК Вагнер уже начали вербовать к себе на службу пациентов из психбольниц. Да, то есть они понизили планку, то есть не требуется уже наличие справки от психолога, что ты состоишь на учете. То есть убрали ее, следующий уровень будет, знаете какой, сам придешь в вербовочный центр, уже хорошо. То есть у нас на своих двух пришел, уже молодец, уже умничка. Поэтому они вынуждены вербовать теперь уже людей, спортсменов, да, в спортцентрах, в регионах свои происшествия открывают. И пошли по молодому поколению. Да, пока это не перспективно, ну, с точки зрения в короткую, вот эти вот вагнерионок, организации. Но где-то ориентировочно через 2-3 года, как они себя видят, у них уже будет молодое воспитанное поколение, которое будет пропитано какими-то идеалами вагнера и на которых можно рассчитывать в будущем. Ну и следующая составляющая – это снаряды. Вы правильно сказали, снарядов у Российской Федерации для ЧВК Вагнера все меньше и меньше и меньше. Российское командование не спешит помогать. И вот вы правильно отметили, ликвидировали, вернее, аннулировали пропуск представителю вагнера в этой ставке командования. И, ну, Иван, вот мы опять же понимаем, что наемники ЧВК Вагнер имеют какое-то определенное продвижение в районе Бахмута, вы об этом тоже говорили, но ведь протяженность линии фронта, она очень большая, и на других участках вагнеровцев-то в таком количестве нет. И вот с заявлениями о том, что вагнеровцы – это цемент фронта, говорил Пригожин, он таким образом себе набивает цену и вводит в заблуждение россиян? Частично. Смотрите, с одной стороны, он действительно повышает ставки, но это невероятное нахальство, наглость, но он играет на этом, на этом кураже. Он ставит так вопрос. Если не будет Вагнера, ну, и, соответственно, Пригожина, равно не будет России. Будет Вагнер, ну, и Пригожин, равно Россия. То есть он себя противоставляет вот так вот всей стране. Он есть, есть страна, нет его, нет страны. Отчасти это надувательство, но отчасти это действительно соответствует действительности, только частично. В чем именно? Вот именно вот это направление восточное, им удалось, ну, российской армии, продвинуться исключительно за счет огромных потерь со стороны Вагнера. То есть огромное количество людей, которые они бросают, и вот именно благодаря этому, благодаря невероятной дисциплине, невероятно жесткой и жестокой даже, так будет правильно, дисциплине, где за любое нарушение расстрел, за предательство, кувалда, и никто не прятался, наоборот, показывали это все на публику. Удалось достичь вот тех вот результатов, которые у них сейчас есть. Ивана, вот вы упомянули уже о том, что в Петербурге, да, создали этот центр Вагнерена, где прививают любовь к родине, и сказали о том, что через 2-3 года у Вагнера уже будет, возможно, какой-то молодой потенциаль. Скажите, вы считаете, все же через 2-3 года будет существовать еще эта частная военная кампания? Не придушит ли ее Путин раньше времени? Ну они рисуют себе так, вот я не скажу, там, лично Пригожин или его шефы, но они себе рисуют. И сразу же вспоминается эта картинка в голове, помните, 45-й год, да, перед самым падением Берлина, когда уже Гитлер трясущийся рукой вешает кресты второй степени, железные кресты на грудь, там, молодых... Это же не пацанов, не парней, это мальчишки, из-за щечки, да, тебе бит. Вот это вот Вагнер рассчитывает себя на молодое поколение в какой-то перспективе. Он себя видит в иерархии российской власти. Пускай не на первых ролях, но серым кардиналом он видит точно. Ну и давайте теперь с вами поговорим о появлении Шойгу якобы на линию фронта. Уже несколько дней об этом трубит Министерство обороны Российской Федерации. Он якобы побывал на южно-донецком направлении. Американский институт изучения войны писал о том, что Шойгу мог побывать там для того, чтобы оценить пригодность командующего там генерала Рустама Мурадова, который руководит восточным военным округом. На него были жалобы из-за больших потерь в живой силе и технике. А также второй причиной появления Шойгу Американский институт изучения войны пишет о том, что это мог быть вопрос о целесообразности переброски резервов на угледарское направление для возобновления наступательных операций. Кроме того, обращают внимание аналитики на то, что в поездке не участвовал Герасимов, о котором мы уже с вами говорили, который руководит этой группировкой войск. Интересно вот ваше мнение. Все же, побывал ли Шойгу на линии фронта и какие могли быть действительно цели его визита? Ну, мы видели эти видеоматериалы, где он летит на вертолете. Да, это же был Крым и глубокий тыл еще несколько месяцев назад, а сейчас? Не, не, вот сейчас было видео, там прилетает, и там, по-моему, Мариуполь, аэропорт, было указано все, там штаб, командование, какой-то госпиталь показали, и дверь с табличкой «Слив», да, вот мне это впечатлило. Что в этом кабинете за «Сливом» находится, непонятно. Трудно сказать, с какой целью он приезжал, возможно, там какие-то оперативные планы, какая-то поддержка, но вот этот вот генерал Мурадов, он, наоборот, получил авансом повышения в должности, в звании, поправьте меня, по-моему, он уже генерал-лейтенант или генерал-полковник даже, то есть, ну, одну звездочку получил дополнительно. Да, ну, я думаю, не столь важно уже, но сам факт, что авансом что-то ему дали, возможно, как вариант, говорит, ну, дружище, вот тебе авансом, ну, ты же покажи результат, и вот он сейчас будет показывать результат какой-то. Вчера появилось также сообщение о Кадырове, Центре национального сопротивления, созданной силами специальных операций ВСУ, сообщает о том, что тот начал вербовать свои войска боевиков из так называемой ДНР, и цель — усилить свою власть. Плюс ко всему мы помним недавнее заявление Кадырова, он говорил, что хочет свою ЧВК, когда уйдет с госслужбы. Вот уточнение этого — усилить свою власть. То есть это создание некой армии для запугивания уже там, внутри Чечни? А я вам скажу так. Вспомните классическую сцену из произведения Гоголя, «Вечеря на хуторе близ Диканки», когда в околах кузнец пришел к одному из героев, не вспомнил его имя, и он смешком пришел за спиной, он черта ищет. А ему этот герой отвечает, а зачем кому-то черт, когда он у себя за спиной его носит? То же самое и про Кадырова. Зачем ему ЧВК, когда у него и так в рамках всего этого региона, Чеченского, есть своя армия, которая не подчиняется федеральному командованию, федеральному правительству. Ну формально да, но оперативно и лично присягает на верность Кадырову. Иван, а может быть Кадыров уже верит в то, что Россия прекратит свое существование в тех границах, и ему нужна просто отдельная армия, совая собственная, на той отдельной территории, защищаться от других? Так у него уже есть своя армия. Все эти люди находятся исключительно в его пользовании, в его распоряжении под его командованием. Обратите внимание, именно в этом регионе не действует принцип ротации. Во всех других регионах Российской Федерации ротируются на разной основе полицейские, ФСБшники, Следственный комитет, Аркоконтроль, УФСИН, там все-все-все-все. Чеченская республика вообще не подлежит ротации. То есть все эти люди, они находятся исключительно в Чечне. Да, Кадырову сейчас не хватает очень сильно тяжелой техники, потому что он с нескрываемой завистью смотрит на Пригожина, у которого, ну еще не так давно все было хорошо, у него была авиация, у него была тяжелая техника. А у Кадырова ее нет, поэтому он хочет... Вы же никогда не видели ни одного чеченского, чеченца, который ездит на танке, или летает в самолете, или система противовоздушной обороны есть. Поэтому он хочет себе в регион ПВО, хочет авиацию, хочет тяжелую технику. Им слишком тесно в том регионе, в котором он сейчас есть, в той конструкции. Ему хочется больше, и вот он сейчас пытается себе это выторговать. Давайте еще с вами обсудим заявления, которые прозвучали в последних сводках Генштаба ВСУ. Там идет речь о том, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне сейчас обороняются. Кроме того, в «Энергоатоме» вчера сообщили, что на ЗАЭС россияне отмечают оборудование, которое можно вывести со станции. Особое внимание захватчиков привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала «Энергоатома», созданный на базе учебно-тренировочного центра ЗАЭС. И там, осматривая здания, эти россияне приезжали и отмечали, собственно, то оборудование, которое могли бы увезти с собой при отступлении. То есть, Иван, как считаете, понимают, что они там временно? — Вот эти факты мародерства — это один из ключевых признаков того, что, скорее всего, они будут оттуда, прошу прощения за выражение, уматывать. Потому что мародерство — это вещь, когда набивают свои карманы, когда ищут чем поживиться. Это значит, что в будущем, если вдруг они себе планируют остаться, то эта вещь им не пригодится, то есть она не нужна. Поэтому говорит о том, что, скорее всего, они готовятся на выход. Нужно быть готовы к тому, что все помещения, максимальное количество помещений Запорожской АЭС будет заминировано так или иначе минами, ловушками, двойными минами, тройными минами, разнообразнейшими минами, то есть будут минировать. И, кроме того, мы знаем, что Российская Федерация уже где-то с лета прошлого года занимается активно промышленным шпионажем на территории АЭС. В частности, вывозятся вот эти топливные сборки, которые, если не ошибаюсь, они производятся в США, а вывозились в Российскую Федерацию для того, чтобы получить доступ к технологиям. Так а чем же все-таки нам США лучше, чем Российская Федерация? И были эксперты Росатома, они неоднократно приезжали на эту АЭС, брали их на работу туда, зачисляли, платили большие деньги, перед ними ставили вызов такой, нужно интегрировать вот эту АЭС в систему, в энергосистему Российской Федерации. Я не энергетик, но, насколько я слышал, это очень трудно. То есть после развала Советского Союза энергетика разошлась в разные стороны. Мы пошли по одному пути в сторону Запада, россияне пошли по своему пути. И сейчас скомпоновать их между собой – это очень технологически трудно, и технически очень серьезные решения нужны. И вот россияне бились над этим вопросом. Не скажу, на каком этапе они сейчас, удалось или не удалось, но такая деятельность у них была. Иван, а как же нарратив «Россия там навсегда»? Они заявляют, что Одессу собираются брать, Киев, Чернигов. Постоянно об этом говорят, а тут маркируют все эти предметы на Запорожской атомной электростанции. Чего боятся? Как, я не знаю, представляют, понимают, что фронт посыпется все же? Ну, смотрите, если говорить конкретно за этот объект, если открыть карту, то можно увидеть, что, предположим, мы же не знаем, где будет наше контрнаступление, если вдруг оно произойдет с севера прямо на юг, то можно увидеть, как обрезается Запорожская АЭС и весь этот контингент, который там находится, он моментально оказывается в полуокружении, и действительно оно очень турбулентно воздействует и нервозно на весь этот контингент, и не хочется оказаться в окружении, попасть в плен в Украину, поэтому они, конечно, посматривают, какие есть возможности моментального выхода в случае начала украинского контрнаступления и срочной эвакуации с этого объекта. Ну и еще о ситуации на линии фронта. Россияне сейчас стягивают в криминую большое количество тяжелой техники и пехоты. Об этом заявлял глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдаев. Он говорил о том, что наши военные сейчас отбивают волны наступления, ситуация достаточно сложная, но прорыва фронта нет. Скажите, вот ситуация там, это так сейчас оккупанты все же пытаются выполнить приказ Путина до 31 марта, показать какой-то результат по Луганской и Донецкой области? Вы знаете, даже если результата не будет у них 31 марта, сроки передвинуты на 30 апреля, на май месяц. То есть есть задача выйти на минграницы в Луганской и Донецкой области. Луганск практически выполнен, 97%, если не ошибаюсь, какие-то части остались. То есть Запорожская область их так не интересует, как собственно Луганская и Донецкая? Там вопрос стоит удержание. То есть здесь выйти, там удержать, не пустить украинские войска. И, поправьте меня, по-моему на осень назначены выборы в Государственную Думу, органы власти, и от этих регионов тоже будут избираться люди в Российскую Госдуму. И уже видите, как сформировались в Запорожской области города важные, не столица, а определили города по важности уже, распоряжение российского правительства. В Мелитополе они объявили своей временной столицей в Запорожской области. Да, для фейковых этих выборов в Госдуму осенью. И для освоения, конечно, бюджетов, которые будут выделяться на вот эти вот выборы. Там бигборд, информационная кампания, толпы пиарщиков, технологов, они все будут выдвигаться, им нужно как-то осваивать бюджеты в этом регионе. Хорошо, и все же по Луганской области. Сейчас они будут пытаться все же продвигаться вперед. Максимально далеко, насколько это возможно, прежде чем Украина получит тяжелое вооружение. То есть их задача выйти максимально далеко. Не скажу, будут ли сразу они просить тайм-аут, тайм-аут. Хотя уже активно в российском пространстве циркулирует, что мы должны останавливаться и либо выходить, либо остановиться, потому что дальше так продолжаться уже не может. То есть это государственные СМИ, это ролики, это федеральные каналы. То есть процессы уже интересные идут. Иван, и еще вот советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко несколько дней подряд постит фотографии и видео передвижения большого количества российской военной техники. Уточняет, что вся техника движется в направлении Мангуша, Бердянска, едут колоннами. Как считаете, куда, для чего едет эта вся техника? Ну, трудно предположить. Возможно, что-то вывозят, если там грузовики есть, а техника сопровождают. Возможно, на ремонт, возможно, на формирование передислокации и подразделения формирования новых. То есть это только наша разведка может сказать, какая основная цель передвижения этой военной техники. И о боеприпасах для ВСУ. Первые контракты по закупке Евросоюзом боеприпасов для наших сил обороны будут согласованы в апреле. Об этом сообщает издание агентства Reuters. Сообщает, что министры обороны ЕС 7 и 8 марта, то есть сегодня-завтра, начнут обсуждать план совместной закупки боеприпасов для Украины. А утвердить его могут на саммите лидеров до уже конца месяца. Иван, насколько остро сейчас стоит вопрос боеприпасов для Украины? Гораздо быстрее расконсервировать, нарастить производство. И пока производятся европейские снаряды, пользуются советскими. Скажите, уточните, что сейчас по снарядам у оккупантов? Вот мы помним, что интенсивность обстрелов на отдельных участках фронта в свое время уменьшилась на 75%. И это после того, как еще в начале этой войны российская армия могла позволить себе сколько там тратить в день? До 60 тысяч снарядов были сообщения, да? Да, 60 тысяч. То, что называли огневым валом. Вот сейчас, что у России со снарядами? Какое количество месяц могут они производить? Исчерпались, не исчерпались? Смотрите, есть такая оценка средневзвешенная о том, что где-то сейчас они скатились на такой уровень 10 тысяч снарядов в сутки. Если раньше 60 тысяч, то сейчас где-то к 10 тысячам. Есть такое предположение, ну такой очень аккуратный расчет, что где-то могут скатиться к июню месяцу до 3 тысяч снарядов в день выстреливать могут. Но опять же, это все зависит еще от того, насколько эффективно действует наша разведка, как эффективно и точно бьют наши хаймарсы. И получим ли мы дополнительные вооружения, высокоточные и дальнобойные. Чем быстрее мы получим это вооружение, тем интенсивность российского огня, она будет падать в разы. И вполне возможно, что упадет даже ниже вот этих вот цифр, там 3-4 тысячи снарядов в день, может быть даже тысяча снарядов в день останется. То есть реально снарядный голод уже не за горами у россиян. Иван, спасибо вам большое за этот разговор. Иван Супак, военный эксперт Украинского института будущего, был с нами в эфире «Фридема».